А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 1013 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. А в это время наши войны продолжают выносить ПВО противника, а также утилизировать различные дополнительные электронные станции и приборы. Накануне был уничтожен радиоэлектронный комплекс оккупантов «Зоопарк», также во временно оккупированном Крыму, буквально пару дней назад, наши ракетчики поразили РЛС «Каста-2Е2» и две РЛС «Подлёд». Также в Крыму на прошлой неделе было утилизировано несколько установок С-400 «Триумф». Вчера у российских ВДВшников начался первый день траура. Наши ракетчики нанесли жуткий удар химарсами по командному пункту 83-й отдельной штурмовой бригады ВДВ РФ, которая на данный момент дислоцируется в Курской области. По последним данным, 12 офицеров ВДВ отправились сразу на концерт к Обзому, а 25 были ранены и покалечены. Командный пункт полностью уничтожен и разрушен. Но самое главное, как и предполагалось, удар был нанесен во время построения данной бригады по случаю, так сказать, юбилея ее основания, 29 ноября 1986 года. И вчерашний день был вписан черной строчкой в летопись данной бригады. Ну что, построились? Отпраздновали? Поздравляю! А в это время в Сирии повстанцы продолжают отжимать у нынешнего президента Башара Асада новые сирийские территории, захватывая не только города и поселки, но и военные базы, которые принадлежали россиянам. И в сети появилось видео захваченной техники, амуниции и даже летательных аппаратов на авиабазе Квайрис. Россияне драпнули, оставив все это добро повстанцам. Из ценного был захвачен вертолет, истребитель, пусковые установки ПВО С-200, заслушилка, ПЗРК «Панцирь-1» и сотни ящиков с боеприпасами, ракетами и стрелковым оружием. И на фоне этих потерь и панических настроений российский диктатор уволил командующего сирийской группировкой генерала Сергея Киселя. Он оказался бездарным военным, российский контингент которого при первой же опасности драпанул на утек. А в это время положение у россиян на фронте в Украине остается катастрофическим. И за последние сутки еще 1790 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и здоровыми. А всего же с 24 февраля 1922 года с начала войны на территорию Украины было ликвидировано 743 920 российских захватчиков.